Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о новых функциях в хите. Недавно вышла новая версия 5.2.1 и она значительно отличается от версии 5.1.4. Есть некоторые функции, которые в общем-то даже порадовали меня. Итак, давайте начнем. Начнем мы издалека. И первая далекая функция от интересных. Появилось меню Nux Options или Nux, Nux. Дополнительное меню опций. Мы можем поменять цвета, мы можем изменить стартовый скрин. После попадания вот в это вот меню Hiccater мы будем попадать в любое из меню, которое мы выберем в данном случае. Я выбрал сразу Lunch, то есть у меня оно будет сразу заходить вот в это меню. И это удобно, но скажем так, лишний тап можно не делать. Сразу мы попадаем в меню выбора загрузки системы. Основные новые функции появились в закладке Tools. Теперь, как мы видим, предыдущего пункта в прошлой версии вообще не было, то закладка Tools по сравнению с 1.4 сильно изменилась. Добавились новые пункты, добавились новые подменю. Давайте пройдем по ним. Начнем издалека. Перейдем во вкладку Archive Bit RCM Touch Partitions. Изменения сразу налицо. Fix Archive Bit. Теперь единая кнопка. Нажимая один раз эту кнопку, мы меняем атрибуты всех файлов, как нужно. В прошлом издании было два пункта, и нам нужно было сначала удалить архив бит, а потом его установить на папке Nintendo. Теперь этот пункт совмещенный, и нажатием одной кнопки мы делаем сразу все. Также появился пункт SD Partition. Мы можем управлять разделами на карте памяти. Он нам здесь все показывает, что есть, чего нет. Можно это изменить, настроить. Это интересно тем, кто использует несколько систем. Android, Linux. Но то, что это появилось, и управлять разделами на карте памяти можно, не вынимая флешку без компьютера. Это, конечно, очень удобно. Появился пункт Calibrate Touchscreen. Но это нужно тем, у кого проблемы с Touchscreen в этом меню. Перейдем во вкладку EMMC, PKJ, USB Tools. Я не просто так начал с конца, потому что здесь самое, как по мне, очень интересное, и вообще, возможно, одна из самых нужных функций появилась. Здесь появился пункт USB Tools. То есть, как вы видите, в прошлом Хикейте этого просто пункта не было. Теперь он есть. И это вот действительно просто супер. Смотрите, попадаем в USB Tools. Мы можем подключить нашу консоль как геймпад. Но это, как мне кажется, не очень интересная штука. Но мало ли, вдруг кому пригодится. И мы можем подключить нашу консоль как карту памяти. Для людей, у кого нет картридера, или вы испытываете какие-то проблемы с подключением флешки, то есть, как вы знаете, в этом меню можно извлекать флешку и подключать к компьютеру. Так вот, теперь извлекать флешку не нужно. Просто заходим в SD-карту, подключаем к компьютеру, и наша консоль подключается как флешка. Это очень удобно для того, чтобы записывать файлы, скопировать с нее файлы, извлекать теперь флешку, открывать крышку для извлечения флешки. Теперь этого делать не нужно. Здесь информация о том, что обязательно извлеките безопасным извлечением. Не выдергивайте кабель при подключении к компьютеру. Есть еще пункты меню, которые, в принципе, наверное, не всем будут нужны и не всегда нужны. Скорее всего, это может понадобиться только тогда, когда мы делаем дамп памяти. Или для каких-то причин нам нужно подключиться к памяти в консоли. И мы в данном случае можем подключиться к boot 0, boot 1, eMMC и emuMMC. Повторюсь, это нужно не для всех. И сразу тут идет ограничение read-only. Данная память подключается только в режиме чтения. Это делается как защита от дурака, но чтобы не навредить. Вы можете это отключить, если вы знаете вообще для чего это делаем. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok